Итак, друзья, мы начинаем. На текущий момент мы будем с вами рассматривать уже вторую часть презентации маркетинга DAISY. И сегодня у нас будут ряд вопросов, которые мы разберем. То есть целиком и полностью сегодняшняя презентация будет посвящена партнерскому маркетингу DAISY. То есть то, каким образом можно зарабатывать деньги, если строить структуру. Выгодно это, невыгодно, какие суммы можно заработать. Мы разберем с вами конкретно 6 источников заработка по активному доходу в проекте DAISY. Мы уже рассматривали возможности заработка без приглашений для инвесторов. Их три источника. А вот для партнеров, для сетевиков, для тех, кто будет приглашать в этот бизнес своих коллег, друзей, знакомых, каким-то образом работать, привлекать трафик, есть целых 6 источников. Значит, первый – это матрица. Второй – это реф-программа. Третий – это матчинг-бонусы. Четвертый вид бонусов – это резидуальный бонус. Пятый – это, собственно, бонус быстрого старта. И шестой бонус – это лидерский бонус, самый высокий ранг, который приносит сам по себе достаточно много денег. Мы на каждом из них остановимся поподробнее. В конце я расскажу о схеме, как можно еще больше этот доход сделать. То есть есть варианты. И, собственно, в конце будем отвечать на вопросы. Постараемся с вами уложиться минут 45, потому что тема обширная сегодня. Итак, ну, наверное, в первую очередь… Давайте перейдем уже на слайды. В первую очередь нам с вами интересны два типа слайдов, которые нужно держать в голове постоянно. Это типы краудфандинговых пакетов, какие есть, потому что, исходя из этих пакетов, мы будем, собственно, получать награды. Они в разную стоимость, их всего 10 штук. Самый дорогой из них стоит 51 тысячу долларов. Это вот первая колонка в данной таблице. Но их особенность заключается в том, что нельзя купить сразу, например, тот же самый десятый пакет. Для того, чтобы его купить, нужно купить сначала все предыдущие. И так же происходит с другими пакетами. Чтобы купить четвертый пакет, нужно купить сначала первые три. Соответственно, мы видим, с правой стороны колоночка всего внесено. То есть, сколько нужно всего денег для того, чтобы приобрести конкретный пакет. То есть, чтобы купить четвертый пакет, нужно купить сначала первые три. Соответственно, их стоимость 100, 200, 400, 800. То есть, каждый следующий пакет стоит дороже в два раза, чем предыдущий. Соответственно, суммарная стоимость этих четырех пакетов будет полторы тысячи долларов. Вот уже пять пакетов – три тысячи сто. Соответственно, максимально это сто две тысячи триста долларов. Это то, на какую сумму можно купить пакетов. Кроме того, сегодня было выступление Анны Беккер. Это глава компании Endotec. И они уже разработали VIP-пакеты для клиентов, которые хотят отдать большую часть средств под управление Endotec, чем позволяет 10 пакетов. Это отдельная графа. Я думаю, она появится в слайдах или даже в этих, по-моему, там в конце есть. Суть ее заключается в том, что если у вас есть 10 пакетов, вы уже сумму, которая свыше 10, это вы свыше 102 тысячи 300 долларов, вы уже можете хранить на своем биржевом счету на бирже Binance или на бирже Gemini, если говорить о стратегиях бета. Мы подробнее, кстати, в прошлый раз говорили о разнице между этими двумя стратегиями. И уже по API-ключам к вашему биржевому счету, где доступ к деньгам есть только у вас, по API-ключам подключаются алгоритмы, боты алгоритмического трейдинга. Что я не могу добавить людей. Люди присоединяются и не могу добавить. Сейчас. Приняю все. Вот. Соответственно, если мы посмотрим на этот слайд, то мы увидим две такие интересные цифры. То есть два обозначения. 50 на 50 фигурная скобочка на первые 7 пакетов и 70 на 30. Что это значит? Это значит, что первые 7 пакетов вплоть до 12 700 долларов, половина из этих денег уходит на торговый счет под управлением ДТЭКом, откуда мы получаем пассивный доход, если трейдинг идет в плюс. Или же и другая половина уходит в DT Crowd. Это как раз таки та часть, которую мы сейчас с вами будем рассматривать, с которой мы будем зарабатывать партнерские вознаграждения. Вот в более крупных пакетах, соответственно, уже 70 на 30. Здесь уже большая часть уходит в трейдинг-эндотеку и только 30% уходит под раздел DT Crowd. Это награды по матрице и пятью остальным видам бонусов. И таким образом VIP-пакет, который более 10 пакета, с него уже ничего не идет, ни одного процента в DT Crowd, то есть никаких там реферальных бонусов и прочего не идет оттуда. Полностью все 100% средств уходят в трейдинг под управлением ДТЭКом. Как я еще раз повторяю, уже сказал, эти средства находятся у участников на их биржевом счете, поэтому там полный контроль. Единственное, что там есть, это 20-процентная комиссия при выводе профита, то есть то, что там наторгуется в плюс. Человек, когда фиксирует эту прибыль, 20% он должен отдать в Endotec, 10%, то есть половина из которых будет начисляться по 1% на 10 уровней по линейному маркетингу, как резидуальный доход. Мы к этому придем чуть-чуть попозже подробнее. Второй слайд, который очень важно запомнить, это матричный бонус, потому что, по сути, форсированная матрица – это добрая, даже большая часть потенциального заработка, который можно получить в данном проекте. Поэтому это ключевой бонус. Конечно, о других типах бонуса не следует забывать, но этот нужно держать в голове прежде всего. И очень важно понимать, как устроена матричная структура, как работает форсированная матрица. И мы сейчас именно большую часть внимания будем уделять данному типу бонусов. Всего, как мы уже с вами разобрали, есть 10 пакетов, и с каждого пакета, естественно, какой-то процент уходит под управление в Endotec, а какой-то процент распределяется, в том числе и по матрице, и по другим бонусам. Если брать конкретно матрицу, то на каждый пакет, получается, существует отдельная матрица. То есть, если человек покупает первый пакет, то он стоит в структуре по матрице, где куплены участниками только первый пакет. Если он покупает второй пакет, значит, он уже стоит в двух матрицах. Если все 10 пакетов, значит, он стоит в десяти матрицах. Давайте, наверное, мы с вами переключимся на «Будем рисовать» потихонечку. И я постараюсь объяснить, как вообще устроена матричная структура. Прежде всего, важно понимать, что матрица в DAISY – это матрица 3 на 10. 3 на 10 означает, что у каждого участника есть в первой линии 3 матричных места, всего лишь 3. И, соответственно, у этого участника есть 3 места, и у каждого из тех, кто у него стоит, тоже есть по 3 места. Таким образом, и уже у следующих под ними тоже есть по 3 места и так далее. Почему на 10? Потому что бонусы, которые может получать аккаунт, они имеют ограничения в глубину на 10 уровней. То есть на 10 уровней. Сообщать, что у меня играет музыка почему-то. Так, я надеюсь, что это понятно. В конце, если будет по этому моменту вопрос, то обязательно запишите его прямо сейчас, зададите его в конце этой презентации, мы конкретно разберем ваш вопрос. То есть 10 уровней в глубину, какое это имеет отношение? Почему нам это важно? Потому что вот второй слайд, который я говорил, что очень важен. Здесь есть колоночка «Бонусы», то есть именно то, с чего мы будем зарабатывать. Есть бонусы для пакетов с 1 по 7, по 7 включительно, и с 8 по 10 включительно. Соответственно, мы здесь с левой стороны, первая колоночка, у нас идет уровень. Чем ближе к нам участник в самом начале находится, тем больше мы получаем с него награду. То есть с мест участников в нашей структуре, которые будут стоять у нас в первом уровне, мы получаем, соответственно, 4%, со второго уровня тоже 4%, но мест в этих уровнях у нас ограниченное количество. Соответственно, в первом уровне у нас только 3 человека, а в втором уже 3 по 3, соответственно, 9. Вот, когда мы… Так, сейчас, люди все добавляются. Ух, плохо опаздывать! На 15 минут аж опоздали. Ребята, приходите вовремя. Вот. Соответственно, у нас есть ограниченное количество мест, и нам важно всю эту матрицу заполнять, чтобы у нас эти уровни были открыты, потому как только если в рамках нашей матрицы 3 на 10 будет стоять участник, мы с его купленного пакета будем получать определенную награду. Соответственно, есть 10 таких уровней, и всего на этих всех 10 уровнях существует 88 572 места. То есть потенциально мы можем получить максимум, максимум наград с пакетов, которые купит 88 572 человека, да, то есть это в идеале. Конечно, там людей будет гораздо меньше, но это если вот матрица вообще без пробелов будет заполняться полностью, то вот такое количество людей. Соответственно, если, давайте мы переключимся на рисование обратно, ой, не туда, обложку рисовал. Если мы переключимся на рисование, то мы знаем, что вот это у нас получается с 1 уровня, это у нас 2 уровень, с 1 уровня мы, с 1-2 уровня мы получаем по 4% от купленных пакетов, да. То есть, соответственно, у нас на первом уровне есть только 3 места, поэтому максимум, что мы с него можем получить, это 12%. Максимум, да. Уже 9, 2 уровень у нас уже здесь мест 9, поэтому 9 у 4 сколько будет? Давайте, 36. 36%. Это максимум. Соответственно, чем более глубокий уровень, чем больше там мест, тем больше мы можем получить наград. Тут очень важная особенность. Хочу отметить, что если вас нет в матрице, в какой-либо из этих вот 10, да, которые мы рассматривали, а под вами человек встает, у которого эта матрица, он покупает ее, да, допустим, вы купили только первые 2 пакета, а человек под вами купил первые 3, то по первым 2 пакетам он будет стоять в вашей структуре, но по третьему пакету, так как вас там нет, он будет стоять под тем человеком, который есть, да, и который, собственно, по системе, под которого система поставит этого человека. И, соответственно, когда, если у вас существует вероятность, что если вы купите после вашего реферала этот самый, например, третий пакет, как в данном случае, то вы можете встать уже под ним. Поэтому существует такая рекомендация покупать пакеты раньше вашей команды, чтобы ваша команда не встала выше вас, да, потому что, ну, чтобы все это было... Давайте наглядно продемонстрирую, как это может быть, да. Просто на примере, на примере, скажем, первого пакета, да. Например, вы купили первый пакет, вы пригласили троих человек, и они тоже все купили по первому пакету. Соответственно, стоимость этих пакетов по 100 долларов. Значит, вы только по матрице получите три раза по 4 доллара, то есть 12 долларов. 12 долларов. Ну, а вот тут, например, один из участников тоже кого-то пригласил, и этот человек купил и первый, и второй пакет. Вы с этого человека тоже получаете, и он получает, да, 4 доллара, и вы тоже получаете 4 доллара. Но ни у кого из вас, ни у этого человека, ни у вас нет второго пакета, а это отдельная матрица. Но у вашего спонсора, да, если мы вот так вот будем, уже пунктирной линией, да, вот, он идет в этот угол, вот, допустим. Вот, вот вы стоите вот здесь вот, это вы, это вот 100 долларовый пакет. Ну, а вы стоите у вашего спонсора, а у него второй пакет есть. И в такой ситуации, то есть вы просто у него стоите по первому пакету, но по второму пакету, например, у него здесь никого нет. То есть, скажем, здесь вообще вас нету, потому что у вас же нет второго пакета. Соответственно, это место свободное, и оно вообще-то предназначалось для вас. Но так как у вас этого пакета не было, а вот этот вот человек купил второй пакет, то он станет вместо вас на это место. И когда вы купите пакет номер два, то вы, скорее всего, встанете уже под этого участника, да, то есть есть вариант, при котором спонсор может встать каким-то из пакетов под того человека, которого он пригласил. Поэтому я настоятельно рекомендую сразу же, кто из вас активно собирает строить структуру, примерно прикинуть в голове, какие у вас будут инвестора, какие они будут покупать пакеты, и уже покупать самому соответствующий пакет. Я надеюсь, что это понятно. Что по маркетингу по матрице? Давайте разберем конкретно по уровням. Значит, возвращаемся к этому второму важному слайду, который обязательно нужно запомнить, и запомнить его несложно. Я сейчас расскажу вам, как это нужно сделать. Всего изначально, когда вы регистрируетесь в DAISY, у вас без приглашения открыто два уровня по матрице. Вы можете получать награды только с первого и второго уровня. То, что уже глубже, это уже квалификация. Нужно квалифицироваться, нужно приглашать партнеров, проводить активную деятельность, строить структуру, и тогда у вас будут открываться более глубокие уровни. Первые 48 часов, кстати, действует правило, которое гласит о том, что в первые 48 часов после вашей регистрации все 10 уровней открыты. Но это только в первые двое суток. Это делается для того, чтобы, если, например, вы только начинаете свою работу, здесь квалификационные статусы требующие, это количество участников первой линии и количество купленных ими пакетов. Если, скажем, вы пригласили какого-то активного человека, и он начал под вами строить структуру, при этом вы не успели выполнить квалификацию для того, чтобы доставать по его структуре в глубину, для этого и сделано 48 часов. То есть, опять же, покажу на картинке. На рисунке. Как это может выглядеть. То есть, допустим, вы пригласили, вы зашли в проект, вы пригласили какого-то участника. Это у нас идет уровень, уровень 1, уровень 2, да? У вас по маркетингу открыты только два уровня. Этот участник, в свою очередь, тоже пригласил какого-то участника. И уже этот участник пригласил еще какого-то участника, скажем. Это уже будет уровень 3 от вас. По маркетингу вы можете получить только с первых двух уровней без приглашений, да, без квалификации. А с третьего уровня вы уже ничего не получите. Вот, чтобы у вас было время, чтобы вот этой ситуации избежать, считается, что за двое суток вы хотя бы на первый, на квалификацию на третий уровень выйдете. Да, то есть, приглашаете таким образом еще двух человек, да, всего, чтобы три ваших личника было. И, соответственно, уже их суммарно, если депозиты будут 1000 долларов и больше, то есть, купленные пакеты, то у вас уже откроется третий уровень. Вот, давайте более детально посмотрим на квалификации, как их защищать. Вот, третий уровень, это, соответственно, три личника и 1000 долларов оборота должно быть. Это в личке, то есть, это лично приглашенные по вашей реферальной ссылке люди должны зарегистрироваться и купить суммарно вот такое количество пакетов. Уже четвертый уровень, чтобы открыть, нужно шесть лично приглашенных и 2000 долларов. Вот очень просто запомнить все это дело, если просто выучить правило, что каждый следующий уровень квалификации требует на три личника больше, чем предыдущий, и в два раза оборота в первой линии больше, чем предыдущий. То есть, видим, да, допустим, мы знаем, что для того, чтобы четвертый уровень открыть, нужно шесть личников и 2000 долларов оборота в первой линии. Соответственно, мы знаем, что плюс три это девять личников всего, тогда нужно, чтобы для пятого уровня открыть, и в два раза больше оборота, значит, 4000 долларов. Соответственно, 10 уровней максимум, да, чтобы открыть, вам нужно пригласить 24 человека минимум и 128 тысяч долларов оборота в первой линии. То есть, они все суммарно должны купить пакетов на эту сумму. Тогда у вас откроются все 10 уровней, и все бонусы будут начисляться вам. Какие награды, да? Согласно уровням, награды следующие. С первого и второго уровня по 4% от стоимости купленных пакетов, с третьего по восьмой включительно по 3%, и девятый и десятый по 4%. Соответственно, нужно понимать, что на девятом и на десятом уровне максимальное количество мест будет для вас, и здесь самые жирные награды. То есть, здесь будут прям очень-очень-очень-очень хорошие бонусы, поэтому есть мотивация на самом деле также строить структуру в глубину, обеспечивать условия для работы вашей команды, чтобы в итоге получать больше наград. Но мы помним, что на пакетах, давайте вернемся к этому слайду, что на крупных пакетах разделение маркетинга идет 70 на 30, то есть деньги, которые уходят в награды по партнерке, в том числе по матрице, их меньше. Соответственно, по этим крупным пакетам награды по матрице, по форсированной, они в два раза меньше. То есть, с первого по седьмой вы получаете награду стандартную, с восьмого по десятый включительно награды эти в два раза меньше. Сколько можно с этого заработать? Вот здесь три последние колонки, в каждой из них указано, сколько можно заработать, если заполнить полностью конкретный уровень. Здесь в первой колонке указано, при условии, что все участники вашей структуры будут покупать пакеты по 100 долларов, и здесь конкретные цифры, мы видим, что максимум здесь можно заработать 346 996 долларов. Во второй колонке указаны возможные заработки, если все участники матрицы будут покупать седьмой пакет, а здесь уже более внушительные цифры, это максимум я хочу отметить, максимум с уровня. И, соответственно, если будут у них десятые пакеты, если у вас у самого будут десятые пакеты, если вы заполните 4 уровня по матрице с участниками, с такими же пакетами, то вы заработаете порядка 170 тысяч долларов только по матрице, не считая всего остального. Но здесь у нас бонусы меньше идут, я так думаю, что десятые пакеты не будут, очень много людей покупают. Но, тем не менее, нужно ориентироваться, мне кажется, что-то среднее брать между первой и второй колонкой. Как показала практика, я не знаю, может в других структурах, что там иначе люди себя ведут, но я смотрю по своей структуре, как и предполагалось, люди покупают в основном 3 и 4 пакеты, то есть на 3, на 4 пакета. Это средняя, кто-то заходит на 7, кто-то на 6, кто-то на 8, кто-то на 1, кто-то на 2, а вот в среднем это 3-4 пакет, то есть это 700-1,5 тысячи долларов. Соответственно, можете посчитать примерно награды. Если брать по матрице, то здесь в среднем 3,5% награда будет по матрице от вашего оборота. Соответственно, там сделаете вместе со своей командой оборот миллион долларов, по матрице вашими будет порядка 35 тысяч долларов. Это только матричный бонус, я хочу отметить еще раз. Здесь также, я думаю, что следовало бы отметить про переливы, хотя это больше относится к инвесторскому маркетингу, но переливы тоже важны, не так ли? И давайте поставим точку, кстати, над одним вопросом, это по поводу того, что там люди думают, что матрицу, чтобы получать по награде, награду по матрице нужно полностью какие-то уровни заполнять. Отличие форсированной матрицы от обычной матрицы заключается в том, что как бы то ни было, если человек попадает в вашу структуру, от его депозита, от его, точнее, купленного пакета, краудфандингового, сразу же распределяются награды тут же по всем участникам наверху, кто выполнил все необходимые условия для получения этих наград. То есть ничего не задерживается, все тут же распределяется по кошелькам, награды прилетают инстантом, как говорится. Но я вообще люблю объяснять, что такое форсированная матрица путем попытки, вот представьте, что линейная структура, вы все знаете, что такое линейная структура, это все очень просто. Линейка, у вас есть первый уровень, второй уровень и так далее. И у вас неограниченное количество мест в каждом из уровней. Отличие форсированной матрицы от линейки только лишь в том, что у вас ограниченное количество мест в каждом из уровней. В данном случае у вас только 3 места в первом уровне, только 9 мест во втором уровне, только 27 мест в третьем уровне и так далее. Соответственно, если вы пригласили там троих человек, но в следующий момент приглашаете четвертого человека, у вас же нет уже места в первой линии, правильно? Но этого человека куда-то поставить надо, ведь система его не вышвырнет. Соответственно, из-за того, что у вас нет места свободных в первой линии, система поставит приглашенного вами человека в свободную ячейку к ниже стоящим людям в матрице. По правилу сверху вниз, слева направо. В данной ситуации четвертый человек, которого вы пригласите, встанет вот здесь. То есть подкрайнего левого человека в вашей первой линии, в его крайнюю левую позицию. Человек номер 5, которого вы пригласите, встанет уже под второго человека, который у вас есть, в его крайнюю левую позицию. Сюда станет шестой. Седьмой встанет уже в крайнюю левую позицию. В данном случае это уже вторая будет посерединке. под крайнего левого и так далее. То есть равномерно сверху вниз, слева направо. Вот таким образом будут становиться ваши рефералы. При этом те люди, которые будут стоять у вас в первой линии, будут точно так же получать с них вознаграждение. Тоже будут получать по 4% так же, как и вы. В этом и сила, и суть форсированной матрицы, вообще какой-либо матрицы. В этом и прелесть данного маркетинга, что вы можете помогать строить структуру вашим партнерам, вашей команде. Кроме того, ваш спонсор так же и его спонсор так же может помогать строить структуру вам. То есть может запросто возникнуть какая-то ситуация. Вы можете просто прийти в проект, зарегистрироваться. И вполне вероятно, то есть это не 100%, конечно, но вероятность такая существует. Ну если, например, у вас активный спонсор, и у него закончились места в первой линии, а вы у него стоите во второй линии, и от спонсора к вам попадет переливом участник. Это может быть как простой участник, но это может быть так же и сетевик, который начнет строить структуру. И если это человек, даже которого вы не пригласили, во-первых, с его депозита, с его покупленного пакета вы будете получать награды, а во-вторых, с тех людей, которых он начнет приглашать, вы так же будете получать награды. Лишь бы у вас были выполнены квалификационные статусы для открытия этих уровней, которые необходимы для получения наград с купленных пакетов с более глубоких уровней. То есть вот это как раз таки, вот вся соль, вся вот именно суть данного маркетинга заключается в помощи построения команд. Для крупных лидеров я бы рекомендовал занимать позицию помощи построения команд своим структурам, не ждать переливов, а переливы организовывать самостоятельно. И при условии, если каждый в вашей команде, и вы сами в том числе, будете хотя бы одного человека, боже, или двоих человек раз в месяц приглашать, хотя бы на минимальные пакеты, и они тоже будут приглашать, то вы сможете вместе со своей командой только за счет матричных бонусов выйти на баснословные доходы. Мы уже в одной из презентаций считали, что будет, если приглашать по три человека в месяц, и каждый человек в команде тоже будет по три приглашать, и там будут пакеты всего лишь 100 долларовые, то можно через год выйти на, по-моему, там, я уже точную цифру не помню, но там какой-то солидный доход, по-моему, там тысяч 10 долларов в месяц, там получается, если не больше. То есть на очень серьезные деньги можно выйти, если строить структуру и строить работу с командой. Это вот то, что касается матрицы. Это только один вид бонусов, на котором следует заострить внимание, это основа основ, это то, что нужно помнить. Но у нас есть еще другие типы бонусов. И прежде всего начнем давайте с простого. Есть еще личный реферальный бонус, это 5%. То есть если вы лично пригласили партнера, и он купил, зарегистрировался по вашей реферальной ссылке, купил какой-либо из пакетов, вы автоматом получаете 5% от суммы купленного им пакета, то есть или пакет ТАФ. Соответственно, если человек заходит, там, скажем, на полторы тысячи долларов, то вашими сразу же будет 75. Причем абсолютно независимо от того, какой у вас пакет будет куплен. То есть у вас может быть куплен пакет хоть за 100 долларов, при этом если человек зайдет на 102 тысячи долларов, вы получите 5% от 102 тысяч долларов, несмотря на то, что у вас куплен только первый пакет. И это очень важно. То есть помимо вот этих вот бонусов по матрице, отличников вы дополнительно получаете 5%. Соответственно, если вы начинаете приглашать, и первый человек, который вы пригласите, так, то вы получите, получается, по матрице 4%, да, плюс 5% это будет, соответственно, реферальный бонус. Это второй тип бонусов. Здесь ничего сложного, мы на нем застрять не будем внимания, но это тоже солидная часть вознаграждений. Далее, и тут у нас переливы в слайдах. Матчинг бонус. Вот это очень интересный бонус. Он подразумевает момент, что вы будете зарабатывать 10% от суммы, которую зарабатывают ваши лично приглашенные партнеры. Давайте сейчас вот объясню, опять же, на рисунке. Допустим, давайте тут вот все мы вытаим. А, хотя, нет, давайте не будем вытирать. Допустим, вы, ну, давайте будем считать, что этот человек не попал к вам переливам. Вот этот вот, а вы его лично пригласили. Он уже, вы уже с него заработали вот эти вот 4-5%. Если под ним начинает появляться структура, и причем неважно, он эту структуру строит, либо вы ему ее выстраиваете, либо она к нему попала переливом от вашего спонсора, не имеет значения. Если этот участник, вот этот вот, получает хоть какие-то награды по матрице, а в данном случае мы видим, что под ним есть структура, то вы получите дополнительно 10% от того, что он заработал. То есть заработает он, например, 100 долларов, да, по матрице, то значит вы дополнительно заработаете 10 долларов. То есть 10 долларов пойдет к вам. Это важно. То есть если, например, вы пригласите, скажем, 10 активных людей, которые в месяц будут зарабатывать по матрице, скажем, по 10 тысяч долларов, то и ваш доход в месяц только по матчинг-бонусу будет 10 тысяч долларов. Только по матчингу. Так что имеет смысл строить действительно широкую первую линию. Это уже у нас третий вид бонусов. Значит, четвертый вид бонусов. Это резидуальный линейный бонус с прибыли. Это уже не матричная структура, это уже линейная структура. Вот точно так же, как и с матчинг-бонусом, да, там только первый уровень считался. Здесь вот линейная структура, и здесь учитываются ваши прямые рефералы, рефералы ваших рефералов. Здесь не матрица. Здесь первые, здесь нет ограничений в линиях. Соответственно, вы в первый уровень себе по линейной структуре можете хоть миллион участников зарегистрировать. Без проблем вообще абсолютно. Разницы никакой нет. Лишь бы вы имели источники трафика для того и людей, для того, чтобы ставить себе структуру. Что это за прибыль такая? Мы имеем Endotech, который торгует. Давайте, кстати, посмотрим, там какие-то результаты уже были сегодня. Хорошие, положительные. Одновим сейчас страницу. Вот, сейчас залогинюсь в свой кабинет, посмотрим, что нам торговал Endotech за сегодня. Ой, не тот аккаунт, серьезно. Секундочку. Зайдем сюда. И вот мы смотрим. Здесь есть у нас раздел Daisy Crowd. Это то, что как раз относится к матрице. Он пока не работает, скоро будет работать. Мы видим, что за сегодня Endotech заработал, там, по-моему, вчера был еще минусовой баланс, а сегодня уже почти 6%. Мы видим, что именно на этом аккаунте у меня заработано 1874 доллара чисто с торгов, из средств, которые находятся под управлением Endotech. Здесь есть кнопочка «Запрос выплаты», то есть его профит можно выводить. Когда человек выводит эти средства, он платит комиссию. Он платит комиссию 30%. То есть из этой суммы 30% вычитается. И куда идут эти 30%? 15% идут в копилку Endotech, это их заработок. А другие 15% распределяются по линейной структуре. И вот мы, собственно, видим этот слайд. То есть, если ваш лично приглашенный человек заработает 1000 долларов и поставит на вывод эту 1000 долларов, то 35 долларов, то есть 3,5% от этой суммы, будут вам начислены в качестве награды с того, что он заработал по результатам торгов Endotech. И, соответственно, со второго по десятому уровню это по одному проценту. В данном случае это линейная структура, еще раз повторяю, не матричная. Соответственно, сделайте с командой оборот, скажем, миллион долларов, и люди заработают тот же самый миллион долларов, то с первой линии там 3,5%, ну даже если это в глубину все уйдет, то вы заработаете с этого миллиона долларов, если они выводят эту прибыль, не менее 10 тысяч долларов. То есть это резидуальный линейный бонус. То есть люди, как только Endotech будет в пуст торговать, естественно, люди будут эти прибыли выводить, а вы будете получать процент от этой прибыли. То есть всем хорошо. То есть это резидуальный линейный бонус. Но я думаю, что вы все, ну или многие из вас успели посчитать, что здесь нет 15%. То есть 15%, я же сказал, что идет на распределение по участникам в структуре, 15% входит в Endotech, а 15% входит по этому виду бонусов. Но здесь мы видим только 12,5%. Куда делись еще 1,25%? На самом деле здесь нет никакой ошибки. Они на месте, и эти деньги распределяются между участниками, которые закроют два других типа бонусов, о которых мы сейчас с вами отдельно поговорим. Это очень крутые бонусы, по-настоящему крутые, важные, и их следует закрывать. Значит, начну я издалека. Из самого мягкого, самого простого. Во-первых, в первые 30 дней, у нас есть 30 дней стартовые, после того, как вы зарегистрируетесь, у вас есть 30 дней, чтобы получить этот бонус. Бонус быстрого старта вообще говорит о том, что если вы закрываете квалификацию на какой-то из уровней, то следующий уровень вам открывается бесплатно. Соответственно, если вы в первый день, да, как мы с вами рассматривали, давайте вернемся на картинку. Если мы с вами в первый день закрываем уровень 3, да, квалификацию, то уровень 4 сразу же вам открывается дополнительно. Вы будете получать награды с купленных пакетов на 4 уровне, несмотря на то, что у вас этот уровень по квалификации не будет открыт. То есть это уже нужно 6 личников и 2000 долларов личку. Соответственно, чтобы в первые 30 дней, например, получать награду с 4 уровня, вам нужно всего лишь пригласить троих людей и 1000 долларов оборота сделать. И у вас сразу открывается и третий, и следом четвертый уровень. Откроете четвертый уровень, у вас откроется бесплатно пятый уровень и так далее. И действует это правило в течение первых 30 дней. Если вы за первые 30 дней откроете седьмой уровень, и тогда для вас откроется восьмой бесплатно и останется с вами навсегда. По истечении 30 дней действие такого бонуса приостанавливается навсегда для вашего аккаунта. Соответственно, сколько уровней откроете, плюс один по итогу получите по истечении этих 30 дней. Ну и в течение 30 дней, то есть сразу же получается, открывается этот бонус. Но, что будет, если вы откроете все 10 уровней за 30 дней? Соответственно, 11 уровня нет, и придумывать вам его никто не будет. Вот если вы все-таки выполните это условие, то есть 24 личника минимум в первой линии должно быть и 128 тысяч долларов оборота, то тогда вы получаете особый статус, это золотой пейсеттер, Голд пейсеттер или золотой бонус быстрого старта, золотой статус. Он позволяет вам зарабатывать, это очень классный бонус, он позволяет вам зарабатывать 1,8% от любого купленного пакета в проекте, не важно в вашей структуре, не в вашей структуре, и эта вся сумма делится между участниками, у которых так же, как и у вас, есть такой закрытый статус. В момент первого старта, когда это было 9 января, и по момент закрытия регистрации, то есть 9 по 14 января, по-моему, участников с золотым статусом около 100 человек, около 100 аккаунтов. Я закрыл лично на 4 аккаунтах за первые 2 дня такой статус, и скажу вам, что в момент вот этих вот первых, ну не самый, первый день там вообще, я не регистрировался, я начал работать с 10 января, но вот я закрыл за первые несколько часов на первом аккаунте золотой статус, и буквально там мне еще сутки понадобилось, чтобы еще на 3 аккаунтах закрыть такой же золотой статус. Я заметил, что там доходность примерно 300-400 долларов в сутки составляла, именно на тот момент. Там, кстати, не работал сайт, там не работала покупка многих пакетов, были проблемы у людей с регистрациями, я думаю, что этот бонус даже больше будет приносить в день, но на тот момент я что могу сказать, что он приносил мне примерно 300-400 долларов на каждом из аккаунтов, и это уже солидная сумма, то есть ты выполняешь не такую уж сложную задачу, 24 личника пригласить 128 тысяч долларов оборота, получаешь уже, ну, если брать эти цифры, которые я видел, то уже не менее 10 тысяч долларов в месяц, да, только с этого бонуса, не считая всех остальных. Это уже серьезные заработки. Кроме того, я не включил в эти 300-400 долларов в сутки другой элемент, который мы еще пока что не знаем, как это будет, сколько там будем получать наград, вот эти самые 2,5%, которые мы с вами не досчитались в резидуальном доходе, вот часть из них вот здесь, это 1,25% от всей прибыли, которую получают участники во всем проекте, не только в вашей структуре, вообще где-либо, у кого-либо, когда-либо, вот с каждого вывода берется 1,25% и делится между всеми участниками с этим золотым статусом быстрого старта. То есть, если миллион долларов прибыли во всем эндотеке выводится, то 12500 долларов распределяется между участниками. Давайте мы с вами перейдем на сайт, посмотрим. Вот здесь вот сейчас мы видим, что всего эндотек более чем на 1,5 миллиона долларов сейчас в плюсе находится. Это значит, что у участников есть эти деньги, они их могут вывести. Участники могут сейчас вывести 1,5 миллиона долларов, это 1,25%, сколько у нас будет? Где-то около 19 тысяч долларов, там почти 20 тысяч долларов, и они распределяются между сотней участников, там около сотни таких участников на текущий момент есть с таким статусом. Это получается, что каждый из них получит только за счет этого бонуса дополнительно в данной ситуации, ну, сколько там, по 200 долларов. То есть, только за счет, еще дополнительно, да, кроме вот от каждого захода, еще с каждой наградой. Поэтому эти бонусы, они будут идти не прекращаясь. То есть, со временем, конечно же, наверное, будут ситуации, когда будет много покупок пакетов, когда будет меньше покупок пакетов. Конечно, это все зависит от результативности, от трейдинга, от того, как мы будем строить здесь структуру. Но даже если будут какие-то посадки по количеству купленных пакетов или слишком много пейсеттеров станет в какой-то момент, к нам тут же при успешной торговле будут добавляться еще награды с каждого вывода. Это очень классный статус, достичь его не тяжело. На него дается 30 дней, и этого более чем достаточно. Кроме того, что у нас еще до старта около 10 дней есть времени, у вас по факту, если вы узнали только сейчас об этом проекте, есть не 30, а 40 дней суммарно для того, чтобы закрыть этот статус. Этого более чем достаточно. Крупный лидер способен это закрыть в считанные часы. Ну и, соответственно, обычный участник, если сейчас уже начнет готовиться к проекту, сможет этот статус закрыть и горе себе не знать. В общем, жить и не тужить. И этот бонус, я хочу отметить, платится с любой активности. То есть, если ваша структура вообще встанет, и вы перестанете работать, но Дэйзи будет развиваться, я думаю, что он будет развиваться, вы все равно будете получать награды по этому бонусу. Кроме того, вы также получаете возможность получить акции эндотека после выхода его на IPO. Мы помним из предыдущей презентации, что 5% акций после IPO будут распределены между людьми, которые покупают пакеты, и еще 5% распределяются между лидерами. Какими лидерами? Теми, кто закроет этот бонус быстрого старта. То есть, вы получаете долю в лидерском пуле этих 5% акций. Соответственно, если там будет 10 тысяч человек с таким статусом, то вы получите одну десятитысячную от 5% пула акций. То есть, вот примерно таким образом. То есть, вы получите прям солидную долю этих акций эндотека. То есть, это как дополнительная награда. Но есть статус еще более крутой, еще гораздо более интересный. Это максимальный ранг, статус, который можно получить в DAISY. И я на одном из своих аккаунтов его уже закрыл. И могу вам сказать, что это очень серьезная вещь. Значит, если вы пригласите лично по своей реферальной ссылке троих людей, которые закроют золотой статус пейсеттера, то есть, каждый из них в течение месяца пригласить минимум 24 человека, сделать оборот в первой линии 128 тысяч долларов, то в такой ситуации вы становитесь, вы получаете лидерский бонус быстрого старта пейсеттера. Он, по сути, такой же практически по бонусам, ну, он такой же, кроме акций, да, как и золотой статус. Тоже 1,8% от всего, вообще, от всех купленных пакетов распределяется между людьми с этим статусом, и 1,25% от всех выводов распределяется между людьми с этим статусом. Но фишка заключается в том, что людей с таким статусом, их гораздо, ну, чтобы его сложнее выполнить, их гораздо меньше, чем людей с золотым статусом. То есть, ну, на текущий момент, по-моему, там 11 или 12 человек выполнили этот лидерский бонус. Соответственно, представьте себе, 1,8% на текущий момент от всех заходов делится между людьми с этим статусом, которых сейчас не так уж и много. Ну, там, грубо говоря, 10 человек. То есть, заходит миллион долларов, миллион долларов, соответственно, 1800, нет, 18 тысяч долларов делится на 10 человек. То есть, по 1800 долларов каждому. А я бы хотел напомнить о темпах эндотека, который за первые, извините меня, 4 нерабочих дня, 4 некачественно рабочих дня, сделал, оборот, 41 миллион долларов и более 50 тысяч участников. То есть, сейчас, когда сайт заработает, я думаю, что темпы будут даже выше. Соответственно, я могу по себе сказать, что я закрыл его за два дня, этот статус, меньше даже. Он приносил мне вот эти последние два дня, когда там вообще практически никто не мог зарегистрироваться, приносил мне в среднем где-то по 3 тысячи долларов в сутки, 3 тысячи с копейками. Я даже могу показать его. Это вот здесь. Мне прилетало... Ну, это вот сейчас люди пытались купить пакеты, их не получалось. Но там прилетало каждую секунду, там достаточно много. Я говорю, только с этого бонуса. Это не считая золотого бонуса по золотому статусу. Итого, мы получаем в потенциале, можно зарабатывать более 100 тысяч долларов в месяц. Только вы закрыв вот этих вот два статуса. То есть, золотой статус пейсеттера и лидерский бонус. Это только с этих бонусов, не считая всех остальных. То есть, в потенциале здесь можно зарабатывать, ну, друзья мои, если вы крупный лидер, мощный, то миллион долларов в месяц здесь зарабатывать можно. Если вы правильно выстроите структуру, Тем более, что если учитывать, мы имеем дело не с финансовой пирамидой, мы имеем дело с долгосрочным проектом, с реальным проектом, серьезным проектом, с серьезными партнерствами, это реальный трейдинг. Если алгоритмы эндотека не подведут и чуточку удачи мы получим, и крипторынок будет расти, а он имеет на это вообще все шансы, я думаю, что будет он дальше расти и будет хорошо расти. Естественно, участники и пассивные инвестора будут получать здесь хорошие проценты эндотека, что в свою очередь будет привлекать гораздо большее количество участников, которые хотят купить эти пакеты. А если так будет, то и заработки будут космическими. И это серьезная штука. Поэтому я бы советовал вам всем сейчас не терять времени и целиться на закрытие вот этих вот бонусов, всех этих статусов и суммарно получать, ну прям солидные деньги. Я в первый день у меня там доход был 55 или 56 тысяч долларов, это я еще без лидерского статуса, то есть как только мы начали работать. Как можно увеличить этот доход? Последняя тема сегодняшнего вебинара. Как можно увеличить? Давайте я расскажу вам, как делаю я. Может быть, кому-то это нужно, кому-то нет, но если вы крупный, сильный лидер, и вы чувствуете, что у вас есть силы прям сделать серьезную вещь, я бы вам советовал, давайте мы тут вообще все сотрем. Я бы вам советовал сначала заходить на один аккаунт, выполнять все эти статусы. И как только вы их закроете, можно либо продолжать качать этот первый аккаунт, либо под собой, вот допустим, вы там построили структуру, да, у вас там есть сетка, либо вот поставить под собой еще один аккаунт, и в какой-то один уровень, под этот верхний, поставить еще три аккаунта, и там уже закрывать еще быстрый старт. То есть свои аккаунты поставить и их качать. Соответственно, вы будете по матрице получать и на одном, и на втором уровне. То есть награды ваши с оборота увеличатся в два раза, и, соответственно, можно путем вот такой прокачки аккаунтов получить, ну, прям вплоть до нескольких десятков процентов с оборота структуры. То есть если правильно расставиться, правильно прокачать, выстроить структуру, можно зарабатывать там около 20% от оборота суммарно. Соответственно, сделаете, скажем, оборот, с командой 10 миллионов долларов, заработаете 2 миллиона долларов. Не считая вот этих вот там лидерских бонусов, бонусов быстрого старта, вот это все. То есть вполне реально выполнить такой оборот 10 миллионов долларов, это не так уж и много. Я думаю, что в Endotech средства польются при условии мощных финансовых потоков, это не сложная задача. То есть можно сделать гораздо большие суммы, соответственно, заработать очень много. Но даже если у вас не получится сделать такой оборот, то даже, скажем, десятая часть от этой суммы будет тоже неплохим заработком. Но для рядовых участников я бы все-таки хотел бы сказать, что ребята, начните карьеру в хорошем проекте. И сразу цельтесь хотя бы на золотой статус пейсеттера. 10 тысяч долларов и больше зарабатывать в месяц в наше время, не выходя из дома, очень хорошая возможность. Это еще не считая того, что вы будете зарабатывать по пассиву за счет торгов Endotech. Вот, собственно, такая история. А, кстати, забыл сказать, что лидерский бонус, он этим не ограничивается. Если вы пригласите еще троих человек в первую линию, которые закроют статус золотого пейсеттера, то ваш лидерский бонус увеличится в два раза. Потому что за каждых трех человек в личке, которые закроют пейсеттера, вы получаете одну долю от лидерского бонуса. Если у вас будет шесть человек, то у вас уже будут две доли. Соответственно, ваш лидерский бонус, он будет в два раза больше, чем у человека, у которого в первой линии только три золотых пейсеттера. То есть можно еще так делать. То есть можно либо качать один аккаунт, либо все-таки выстраивать, выполнять пейсеттеры на одном аккаунте. Под него выставлять уже там три своих дополнительных аккаунта и там уже строить структуру, там выполнять пейсеттеров. Звука нет. Да. О, появился звук. Я надеюсь, что звука не было только сейчас. И я целый час не разговаривал в пустоту. Но я думаю, что если бы так было, то 23 человека не оставались бы. Вот. Так. Все, слава богу. Потому что у меня что-то с зумом произошло. Он что-то вырубился, у меня все выключилось, я вообще не понял. Так. Что я говорил? Я говорил о том, что, ребятушки, какие вопросы есть, задавайте. Сейчас на них на все отвечу. Если вам понравился такой формат, разжеванный максимально, да, вот 50 минут там потребовалось, чтобы разжевать весь маркетинг, то поставьте десятки. Если не понравилось, то будем в следующие разы что-то урезать, о чем-то не договаривать. Вот. Но вообще-то я бы хотел сказать, что если вы нацелены серьезно работать в проекте, это не важно, какой это проект, Daisy или еще какой-нибудь, не имеет значения. Первое, что вы должны знать на 5 с плюсом, это маркетинг компании, в которой вы работаете. Вы должны подробно понимать, с чем вы работаете, как вы работаете. И тогда все вопросы, которые будут вам задавать ваши партнеры, вот на 95% из них вы сможете очень легко и быстро ответить. Вижу десятки. Спасибо, друзья. Есть ли вопросы по маркетингу? Дам вам минутку подумать. Может быть, кто-то хотел задать вопрос и забыл, какой он хотел задать вопрос. В прошлый раз мы с вами быстро закруглились, вопросы посыпались, когда мы закончили. Да, спасибо за поздравление. Объяснил так, что нет вопросов. Знаешь, где-то два варианта. Либо действительно так объяснил хорошо, либо объяснил так плохо, что вообще никто ничего не понял. Но, судя по десяткам, все все поняли. Я очень рад этому, на самом деле. В свою очередь, я пожелаю вам, как обычно, жирного профита и крупных заработков. Они скоро начнутся, как сегодня уже у нас был Zoom с Анной. Завершился этап написания нового смарт-контракта, точнее группы смарт-контрактов, их 5 штук, которые начинают свое тестирование. И мы с вами, вероятно, очень-очень-очень скоро стартуем. Но ориентировочно будем даже брать с запасом, что вот там после 15 февраля. Хотя, вполне вероятно, что это может произойти раньше. Поэтому, вот начиная со следующей недели, со второй ее половины, я бы советовал всем быть начеку. Ну, само собой, главное, следите за основными чатами, группами. Будьте на связи со своими спонсорами, и вы старта не пропустите. И все будет хорошо. Все. Увидимся с вами на следующей неделе. Еще раз желаю вам жирного профита. Удачи. До скорого. Спасибо, что пришли.